Сразу несколько источников сообщают, что Порошенко с 90% вероятностью поедет на инаугурацию Байдена, хотя формат и рамки самой процедуры еще не определены. Между тем, ПАП получил устное приглашение от нескольких американских политиков, например, Виктории Нуланд, которые наверняка займут важные посты в администрации Байдена. По этому случаю пятый президент планирует лететь в Вашингтон с женой, а сопровождать их будут, предположительно, Цеголко, Елисеев и Климпуш Цинцадзе. У Порошенко предварительно запланированы встречи с американскими политиками, диаспорой, а также участие в мероприятиях по случаю инаугурации. Также он будет присутствовать на принесении клятвы новым президентам США. Его личная встреча с Байденом пока не подтверждена. С учетом большого количества гостей, скорее всего, она пройдет на ногах и займет по времени 2-3 минуты. Между тем, для пятого президента важнее получить первичную поддержку не самого Байдена, они и так давно знакомы, а того окружения, которое будет влиять на принятие решений новоизбранным президентом. Пап опытнейший дипломат и прекрасно знает, как формируются нужные лобби. Что касается Зеленского, то на эту минуту никаких приглашений он не получал, а сам он вряд ли решится ехать. К этому персонажу в стане демократов относятся с осторожностью, что вызвано не только его бесхребетной внешней политикой, но и личными мотивами Байдена. Как бы там ни было, после 20 января многое изменится не только в мировых раскладах, но и во внутриукраинских. Может быть, Порошенко и не станет следующим президентом, что не факт, но для того, чтобы играть первую скрипку в политических процессах страны, иногда не обязательно формально занимать первый пост. В истории таких прецедентов более чем достаточно. Так что пока кто-то спускается с Буковельских горок, кто-то прокладывает себе лыжню к вершине. Кесарю – Кесарева, а Цезарю – Цезарева.